супер так сегодня пятая лекция ну пятая встреча типа третья лекция вот до этого все время говорили про гармонию мы говорили в мажорном ладу какие аккорды в минорном ладу какие аккорды вот сегодня хочется поговорить про то что кроме аккордов вообще из чего музыка еще состоит к из каких еще какие еще слои в музыке можно анализировать ритм окей форма голосоведения прекрасно еще что а также что такое форма голосоведения ну форма это структура большие куски структуры внутри примерно шкалы окей все все поняли все согласны куплет и припев да так какие еще есть виды формы я тоже о класс да так хорошо так чё такое голосоведение да то есть можно анализировать можно рубить все на такие вертикальные слои называть их аккордами пытаться на там найти структура можно смотреть в горизонтальной плоскости и там тоже найти какую-то структуру окей а что еще будет кроме этого вот смотрите вот я например нашел вчера два пейпера один пейпер вот harmony and voice leading in the mature works of фонтанин дворжик а вот что еще кроме harmony and voice leading можно было найти у дворжика все супер окей вот есть еще одна работа форм style and influence нам ну да вот это влияние как бы других а стиль но даже странные широкое понятие вот так хорошо супер и сегодня мы продолжаем разбирать музыку к нинтендо и значит я скажу еще один аспект почему мне интересно музыка к нинтендо потому что музыку к нинтендо играла много просто и сочиняла много простых композиторов часто это были просто двадцатилетние японцы которые ну их друзья позвали просто на студию искали мы тут делаем игрушку вот типа напиши нам музыку и они писали ну как умели типа как они чувствовали вот и соответственно когда много разных людей что-то пишут они сделать на каком-то языке и вот этот язык мне хочется ну типа понять вот и мне он даже интереснее чем язык венских классиков потому что первых венские классики писали два века назад а это дети слушали типа все 90 по всему миру вот во вторых ну как бы вот могут ли простые люди просто брать и что-то сочинять что они при этом сочинят вот давайте значит мы возьмем одно произведение и разберем в нем форму поймем значит как она устроена вот я сегодня буду вас ввести к некому по я понятию который называется период вот но теперь сейчас мы короче посмотрим сможем понять что какой период а 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 и а а и и Вот, тут как бы конец, да, у автора. Вот, мне, собственно, интересно поговорить про то, как именно оно устроено, как его можно было сочинить, что здесь вообще происходит. Вот, давайте сначала с гармонией все-таки просто разберемся, типа, есть ли здесь аккорды, что я здесь вообще подписал за ступени, и какую роль они, на самом деле, влияют, какой лад, что вообще понятно на этой картинке, с чем согласны, с чем не согласны в разборе. Всем видно, а если не видно, я могу чуть локально вот так вот сделать первые 8 тактов. Так, чего вообще понятно вам? Понятно хоть... Минор. Так, минор. Да, какие трезвучия? Где трезвучия? Минор. Ну, стандартный этот ход. Да, и потом... Это, наверное, можно назвать секвенцией, потому что один тоже рисунок. Секвенцией обычно называют, когда он потом транспонируется куда-нибудь, а это, ну, давайте пока просто называть повтором, вот, нам это прям, вот. Мы, короче, сейчас будем искать повторения в этой штуке, вот, потому что в целом музыка в основном оперирует повторениями как внутри себя, так и какими-то, ну, в общем, то есть музыканты не с нуля придумывают, в каком порядке им строить ноты каждый раз. Вот, да. Да, ну, по крайней мере, мы пытаемся найти эти закономерности, может быть, их и нет, мы себя сами обманываем. Это как будто бы вот арпеджированный, да, минорный аккорд. Да, 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 да. Это как бы тут мажорный аккорд за ним. Ну, короче, понятно, да? Понятно, да, что я здесь называл аккордами? Ну, вообще, на самом деле, просто жульничал и выписывал ступени вот эти вот басовые, которые он на первой доле играет. Но аккорд здесь реально есть. Вначале проводится аккорд, а потом уже там эта мелодия. И смысл этой мелодии, видите, да, что вот эта вот идея, как он сыграл R, M3, M5, M4, M, он ее просто проводит от, соответственно, разных ступеней. И при этом он, ну, понятно, в минорном аккорде берет минорную терцию, понятно, в мажорном, мажорную, поэтому все получается по ладу. То есть по выбранным семи нотам лад здесь натуральный минор. Окей? Вот. Что происходит во второй части? В же самое, что бас добавляется. Пятый, восьмой, так. Да, добавляется бас. Смотрите, значит, несовершенство важной моей системы в том, что если здесь нарисована нота, это не гарантируется, что она точно здесь играется. Гарантируется, что, типа, здесь есть много на картинке может быть false positive, потому что это может быть нота, но с очень маленькой громкостью. Или, например, несколько атак здесь может быть, я это плохо рисую. Типа, я тогда, вот, поэтому доверяйте слуху, а не это просто хинты, где ноты нужно же искать, где ничего не нарисовано, там нот точно нет. А вот где они не нарисованы, еще не факт, что они есть. Но эти гличи не везде вылезают, в основном, все хорошо. Вот. Да, здесь добавляется бас, хорошо. Что еще меняется с пятого в восемь этот акт? Конец такой. Здесь конец такой. Так, как вам такой конец? В чем смысл конца? Потому что дальше пойдет что-то, но это акцентирует. Я бы сказал, наоборот, она заканчивается. Да. То есть первая часть, она как бы на с открытой концовке. Ага. На чай разрешенности. Согласны? Чувствуете? Здесь чувствуете неразрешенность, а здесь разрешенность. Можно вот эти восемь тактов гонять по циклу и назвать это отдельным треком? Да. У тебя ведь четыре. Можно. А эти четыре? Тоже, конечно, можно. Тоже можно, но... Жанр должен специфицировать. Есть градация, да? Вот эта вот часть из восьми тактов, она более завершенная, как будто бы, чем первая часть из четырех. Вот. Хорошо. Запомним этот факт. Дальше, значит, посмотрим на девятый, шестнадцатый такты. Так, как соотносится девятый, двенадцатый такты и тринадцатый, шестнадцатый? Вот так же, как первый, первый четвертый. Ну, концовка другая. Угу. Ну, типа, тут нету приходов тоников, а во-вторых, части есть, и там то же самое. Угу. Угу. Первая восьми, вторая восьми. Ага. Да, можно так. То есть здесь прямо видно, да, что первый тридактор, он повторяет, четвертый заканчивается по-разному. Угу. Как соотносится девятый, двенадцатый такт и первый, и четвертый, или пятый, и восьмой? Я словил инсайдик, потому что реально сделали элемент в нотной грамоте. Ну, нотной грамоте специально. Повтор, да? Да. Ну, вольты, типа. Да, реприза с двумя вольтами, кто понимает, что это значит. Ну, короче, да, в нотной грамоте можно написать повторы. Им не всегда пользуются. Часто вы берете ноты, например, и когда вы читаете, вот такие, блин, вот здесь написано ровно то же самое, что и в третьей строчке, но, типа, это не всегда отображает в нотах, но в нотной записи есть способ отобразить повторы и разный конец в повторах. Да, 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 то есть у вас там все одинаковое, кроме конца. Да, в программировании нет, да, такой нотации, чтобы можно было все, кроме конца цикла? Да, кстати, блин, реально не хватает. Ну, там, ну, подище вставишь. Да вот именно, начинает. Ну, как это, даже L с Fufora есть в питоне. Да, но он пользовался и для... Как соотносится пятый, восьмой такт и девятый, двенадцатый? То есть, я что хочу спросить, в девятом-двенадцатом новая идея по сравнению с первыми восемью тактами, которые мы видели? Да. Чем-то новая, а в чем-то не новая. Давайте сначала вот что, мелодия здесь в каком голосе? Вот в девятом-двенадцатом такте мелодия в каком? Раньше это была двухголосная, фактура здесь стала трехголосная. Ну, как? Типа... Согласны, что это мелодия? А где она на экране? Палочка из синих-голубых. Да, палочка из синих-голубых. Видите, что мелодия находится в среднем голосе на самом деле. А что играет верхний голос, послушайте. Педжо. 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 Да. Ну, как широкое. На октаву. Не аккорды, а... Да, возможно, что это на самом деле, как бы, идейно не три голоса, а два просто один обнимает второй. Ну, иногда это, вот знаете, когда смотрят пианистов, и они левую руку так вот эффектно переносят. Да, да, да. Вот. Да. Я помню, в какой-то момент я сидел и учил какое-то произведение, и, мол, у меня мама тоже пианистка, и я типа начал скрещать руки. Она такая, ты что делаешь, типа? Ну, просто я чтю. Так, хорошо, значит, новая идея, да, здесь новая мелодия. Согласны, да, что в 9-12 такт здесь вводят новую мелодию? Вот. А также вы согласны, вроде бы, что в 12-м такте как бы... Такое завершение, а в 16-м такте какой-то еще... Согласны? Хочешь, приходи, проходи. Я сказала, что... По центральной. Мы не про дэнди говорим, мы говорим про вольты, ну, короче, будет сложно. Про музыку. Никакого кайфа, кроме чиптюн-звука, не будет. Вот. Так, еще раз, внимательно посмотрите на 12-й и 16-й такты. Как ощущения? Что происходит? Ну, примерно, это... Ну, это что-то... Чем? Если есть разрешение, это так. Угу. Угу. Они, во-первых, разные, а во-вторых, 16-й заканчивается... Давайте так, короче, решим большую пропорцию. Надо в голову сейчас взять все 16 тактов. Посмотрите на 4-й такт и на 8-й, а потом посмотрите на 12-й и на 16-й. И скажите мне, чего общего, ну, типа... Витмическая, ну, ритм... Ну, там вверх мелодия, а здесь в нижнем похоже. Угу. Как будто они в разном классах, одна и даже мелодия... Ну, не совсем одна и даже, но... Угу. Не, ну, вот это вот фиолетовое, желтое, красное... Вообще, это одна и та же штука. Вот это? Не-не-не, фиолетовое. Ага. В 8-м такте? Да. Тун-тун-тун. Италочнее. А, вот оно, да? Вот это. Что там? Тут 7. Какая? Ну, тут... Никто не знает, неважно. Там 7, а тут 5. Почему? А этот, потому что я считаю от ступени. Да, звучит одинаково. Иногда надо смотреть на цвета, звучат цвета, а надписи существуют только если я... Смотрите, давайте я просто аккорд переназначу, скажу, что это весь аккорд, он вот такой. Получилось? Не получилось. А, ну, короче, там, потому что я считал от... Вот, вот, вот так я сделаю. Понятно, что я сделал? Я просто объявил это, ну, типа, седьмым аккордом, а не пятым. Это не факт, что правда, потому что тогда у вас, видите, R36 вместо R35. Но это вопрос вашего гармонического анализа. Как вам удобнее анализировать, если вам это вообще нужно. Вот, если вам это что-то проясняет. Вот, самое важное, что я хочу увидеть. Значит, это то, что здесь как будто бы сначала в 12-м такте есть незавершенность. Ну, типа, или нету. А в 16-м есть как бы завершенность. И там то же самое. То есть, смотрите, 9-й и 16-й такты построены на новой идее. Тут новая мелодия вводится, да, арпеджио вводится. То есть, вся, ну, аккорды новые, да. Все как бы новое. Но при этом структурно, вот, как оно повторяется, 4 плюс 4, и то, что там в конце что-то незавершенное, а потом в конце что-то завершенное, точно так же, как и вот здесь, в первых 8-ми тактах. То есть, вот эта вот идея какая-то, да, организации, формы, она натянута на первые 8 тактов так же, как на 9-й и 16-й. Понимаете? Вот. И ее мы будем называть периодом. Давайте послушаем дальше эту вещь. Что сейчас произошло? Повторение первое. Повторение первое, да, то есть такое, типа... С добавлением... С басом. Не, в общем-то... Да. Бас был бы... Бас... Он был... Первый 4-й такт не был, потом как бы добавился. Вот. Да, в случае сомнений можем отдельно бас засолировать, переслушать. Вот. А, ну, потом посолку, ну, это тоже какая-то есть, типа, мелодия, но непонятная. Ну, то есть, там же не все, ну, не весь одинаковый. Ну, там в конце есть мелодия, да. Ну, чуть-чуть нефти. Нефти. Ну, ладно. Вот такой. Потому что ударная паспия. Самое интересное. Ударная? Тут, 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 вот это? Тут. А, да, да, да. Она тоже, она какая-то неравномерная. Там как будто тоже исключится звук. Ага. А мы можем вообще засолировать? Ладно, сейчас сделаем. На всякий случай я DIMC тоже поставлю. DIMC не должно быть ничего. У меня она не показывается, поэтому смотрим на... Ну, это же не инструмент, это что? Ну, это же шумовая ударная паспия. Ага. Да, да, ну, используется, да. Там, как бы, шумы, они окрашены, ну, тонально. Да, похоже, по свист меняется. Да. И это как будто. Ага. Короче, ударная установка в первых восьми тактах делает что-то равномерное, и не то же, что в девятом-шестнадцатом. Вы это хотели сказать или что-то еще? Ну, в девятом-шестнадцатом, как будто бы, там такая-то партия, просто второй половине такт, и каждого... Ага. Да, там поменьше нот играются в ударки. Согласны? Окей, супер. Дальше, соответственно, повторяется часть А еще восемь раз, а потом еще что происходит? Да, а что это... А? Подсюм-трис. Блин, мне, короче, стоило один раз послушать, что вас не строили, теперь я слышу его здесь. Сейчас вроде строил. Не знаю, не знаю, можно честно... Ну, короче. Так, короче, дальше глобально что произошло? Ну, вот эта вот часть А опять, да, это не так интересно, а здесь что-то было... Здесь какой-то был кусочек... Согласны, что здесь тоже есть как будто бы, типа, незавершенность, а здесь как будто бы и завершенность? За счет чего она достигается? Вот здесь у нас вообще аккордов нету, здесь просто в октаву идет мелодия. Чем достигается незавершенность? Как можно не завершить мелодию? Да, ну да, здесь не очень понятно вообще, что за аккорд, потому что... Ну, тут некоторые ноты не строят, вот, но идейно там была, ну, как это... В ля минории это была просто Си, имелось в виду. Вот, да. Более, что Си, да, очень не достаточно. Ну, тут она же, короче. Так, че мы еще про структуру этого не сказали? Мы все поняли вообще во структуре? Мне кажется, мы все примерно поняли, что вот, типа, все по ладу, придумываем одну идею, формулу, повторяем ее от разных нот, потом можем добавить бас, если хотим. Вот, главное устроить эту завершенность-незавершенность. А завершенность за счет того, что мы приходим в красное, а незавершенность за счет того, что остаемся где-то еще. Потом делаем то же самое, но теперь идея другая, мы берем арпеджио, в среднем голос придумываем мелодическую идею, повторяем ее два раза, в конце заканчиваемся опять же. Тум. Да, на пятой ступени он закончил, на синей. Вот, а потом заканчиваем где надо. Вот, и таким образом можно написать прям много текста. Согласны? Кул. Короче, периодом называется вот эта вот структура из двух повторений, где сначала повторяются, а в первой части, скорее всего, будет не завершение, а во второй части, скорее всего, будет что-то более завершенное. Вот, давайте посмотрим еще один период, неразмеченный. Бесконечный цикл. Если вы на этом уровне полчаса, то полчаса слушайте эту музыку. Можете все детство ее слушать. Так. Что происходит, в первых? Ты смотришь на гармонию и понимаешь, где будет завершение или не завершение. Ага. И в предположении, что я правильно их расставил, а не так, чтобы как бы вас обмануть. По крайней мере, звучит, как бы, не выглядит лично. Ну, смотрите, как бы обычно вот... Опять-таки не убедится в эту ситуацию. Да, да, да. 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 Да, если вы видите странные ноты, вы их можете попытаться объяснить как вспомогательная снизу к какой-то ноте мелодия, или то, что здесь просто, ну, по всем ступеням проходит. Какая-нибудь мелодия. Вот. Да, такой. Просто такая мелодия. Вот, окей, хорошо. А что в первых 8-метактах происходит? Здесь уже фактура посложнее. Ну, а давайте сначала в целом посмотрим. Здесь есть период? Это период или не период? Ну, нет. Вот, все период. Два как. Все период. Восемь тактов в период. Восемь тактов в период. Да, да, да. Ага. Смитрак, кстати, потому что мелодия заканчивается не разрешенно, и идет в цикл. Что в общем, это период в достаточно случае. Еще раз. Вы согласны, что есть период, вот, длины 8, состоящий из двух предложений, 4 плюс 4? Есть такое? Давайте еще раз послушаем. Вот, вопрос. Вера, сколько материала между двумя предложениями повторяется просто дословно? Сколько тактов? Мне кажется, 3. В общем, кроме последнего, это кусочками. Да, все, 3 с четверти, да? Примерно. Ну, там, по-моему, такты большие отличия. Да, да, да. Ну, вот, типа. Ну, потом, да. Тут как бы за такт, который уже к следующей фразе относится. Вот. Видно, да? Все то же самое происходит. Период, незавершенность, завершенность, повторение. Первое, начало. Для периода важны вот эти две вещи, что начальные куски повторяются. Может быть, они короткие повторения, может быть, повторения очень длинные. Почти все, весь материал может повторяться. Но достигается вариативность вот за счет конечных нот или конечных аккордов. Да? Вот. Ну, и, соответственно, в качестве аккордов для завершения используется обычная единица, а для незавершения вы можете использовать все, что мы раньше называли доминанты. Это может быть пятерка, семерка в натуральном миноре, четверка, не знаю, в роке. Ну, что-нибудь такое. Окей? Вот этот кусок обладает какой-то структурой, что здесь происходит? Что-то есть вообще? Здесь какой-то он оборот, то есть пега заканчивается. Но он как-то... Не то, чтобы заканчиваться, хотя и в тонике. Ну, сузогармония нарисован тоником. Ну, это новая идея. Новая идея, да, согласен. Один из простых интерметов незавершенности, даже если у вас первый аккорд, но мелодия завершается не на единице, то есть грани незавершенности на первом аккорде. Самое важное, как говорят, совершенная каденция, это когда у вас из пятерки в единицу, и в единице вверху будет, ну, даже первая нота должна быть. А в басу тебе прям переход ровно из 5 в 1. Вот. А все остальное это не... Как это? Imperfect. Несовершенная, да, несовершенная, оптиметическая каденция. Супер. Так, хорошо. Есть ли какие-то повторы между 19-19-19-20 stra poder внутри них, или еще где-то? Ну, это то, наверное, на одной и той же темы, и на вечерках. Та-та-та-та-та-та-та-да. Вот это... На вере. Вниз. Да-да-да. Вот это точно прям повторяется, да? Это как будто бы практически секвенция. Вот. Я бы... Ну, мелодического материала точно секвенция, Аккордами она как-то там доформлена Вот, аккордами вроде бы не совсем секвенция, если я их правильно подписал Ну ты, видимо, уже писал не просто друг такого, а композитор, и он решил разнообразить Да, они могли вдвоем это писать Один писал аккорд, другой мелодию А потом происходит вообще модуляция какая-то джазовая Куда-то мы не туда мы влетаем Зато возвращаемся нормально, да? Очень-очень прикольно, что это с инфаркта сделано Очень, для ощущения, очень хорошо будет таблет, потому что это все нормально Да, вот это вот, есть такая терминология у одного музыковеда, конкретного, не помню у кого Называется Far Out Point Самая дальняя часть от начала То есть самое вот, что-то отбитое по гармонии Ничего, что не напоминает начало А потом мы уже все-таки возвращаемся вот сюда И здесь уже как-то все понятно Побочная доминанта, доминанта Понятно, будет дальше тоника по этой цепочке Вот, супер Но здесь я периода не вижу с 9 по 16 Здесь какая-то такая, ну, более варительная структура Но видно, да, вот повтор, что развитие этой идеи Эта идея мелодически проводится два раза Давайте разберемся с тем, что делается голоса Давайте их прям солировать просто, не знаю О, ну здесь он, короче, как это? Как это? По квинтовому кругу, как будто бы сходил Тун-дын, 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 тун-дын Ну, то есть, такое, типа 2-5-1 бесконечная Как будто там практически в басу Че бас делает? Ходит по окону Ну, по ступеням Даже Да, да, даже он третью ступень не играет Ну, такой какой-то рисуночек Он разнообразен Внутри он не статичный, да? Вот Но в плане гармонии понятно, откуда он здесь взялся Ну, либо наоборот Я на него натягиваю гармоническую разметку А она на него натягивается Да? Вот Здесь чуть повеселее Могли бы такое написать? Особенно, если вам сверху аккорды уже кто-нибудь бы написал Оно нужно было просто реализовать Басом Там вот вначале очень классно Какая-то техническая Ту-ту-ту-ту-ту-ту Такая Из Маршевого барабана Хорошо Мелодию давайте сначала Здесь везде это, во-первых, ритмическая идея А во-вторых, он вот этот вот мотив То есть у него можно как бы раздробить это на мельчайший вот этот мотив Который он два раза проводит в одном аккорде Потом два раза проводит в другом аккорде Третий раз он как бы его начинает И потом из него делает скорее вот такой вот ход дальше Понимаете? Видно? То есть если вы придумали этот мотив Дальше можно из него вырисовать все произведение Но только желательно вот это все тоже какую-нибудь По теории Может быть это вообще цитата Откуда ты? Зачем я это разбираю Если ты придумал не композитор Адвенчур со флоу Моцарт А Моцарт вот какой написать Это похоже на Моцарта вообще по стилю Ну это похоже на какой-то Баркс Ну вот это вот посещать Ну вот это вот посещает Угу А что делать средний голос? С мелодией понятно, да? Сейчас мелодия здесь еще послушаем Ну это вроде есть мелодия, да-да-да, это пока мелодия мы слушаем, да, я просто говорю Ну здесь тоже, да, вот это вот повторяется два раза Потом здесь что-то более новое Но как будто бы он идет по ступеням Короче Могли бы такое написать? Давайте, значит, с какой позиции Есть разные способы анализировать музыку Некоторые, как бы, чтобы... Ну некоторые цели в анализе, например Можно анализировать, чтобы было прикольнее слушать Вот мне хочется делать такой анализ После которого вы можете сесть и написать пародию Чтобы ее не отличили И все думали, что это то же самое Ну типа, как будто тот же композитор написал еще один трек То есть, типа, вот мы пытаемся развалить ноги элементы И с которыми мы потом сами можем собрать Можешь собрать? Могу, но не сразу Окей Главное Так, и средний голос что делает? Ну, видимо, как будто бы везде одинаково абсолютно Ага Ну все Все Ага Еще комментарии Вы бы хотели напевать такое по утрам? Я да В чем проблема? Смотрите, как мелодично Оно как бы не бросается не понятно где, а останавливается на троке там, где завершение Какие-то, да, скачки Откуда-то малые секунды берутся Ага Да, да, да Вот вообще непонятно куда-нибудь Да Короче, вот смотрите, вот у нас пока нет никакой теории о том, как строится и как не строится мелодия Но вот это как будто бы не мелодия У нее есть какие-то фундаментальные проблемы с тем, чтобы быть узнаваемой, напеваемой И она здесь вставлена именно как средний голос А давайте два голоса посмотрим И может быть мне же не имеется какая-то логика взаимодействия Так Так Если бы Если бы Они в некоторых листах как пазлы выглядят Ну, не как пазлы, а как штуки, которые могут соединиться Они как будто дополняют друг друга Ну, вот этим малочеком позволяют переходные ноты между мелодией То есть они смазывают мелодию и все Угу Угу Как будто на четверть Дверь Типа, как канон на четверть так-то сдвинули На четверть На четверть доля Ну, типа, видишь, там есть 3-3-4 и 3-бойлинг, 3-бойлинг Ага И много где такое Ага Типа, как канон, а-ля То есть вот это вот паттерн и здесь такой же паттерн Ага Ну, окей Так Окей Ну, скорее всего, не в один В один Гармония строит... Ну, гармония... Не знаю, как это происходит Гармония в среднем голосе Строится с дополнительными нотами А не с основными То есть то, чего мы не всунули пока ни в бас, ни в мелодию Нам это надо вставить, чтобы для полноты аккорда Нужно добавить в средний голос Ну, то есть это то, что происходит между аккордами А эти переходники в средний голос пошли Так Что, могли бы написать средний голос, если бы вас заставляли в трехголосной именно фактуре написать это? Ну, возможно, если бы вас и этот путь был в ваш путь Ага По каким правилам бы вы это делали? Подложить на фонды, выбрать обороты И добавить дополнительные нотки Угу Угу Окей Кул Хорошо Так Я, знаешь, что Я здесь стараюсь в этом корпусе пытаться писать Как соотносится средний голос с остальными Вот Но здесь что-то сложное Я напишу по лифу, не буду, разберусь потом Вот Так, хорошо Супер И давайте вот это посмотрим Что здесь И вот это помашь Яндекс 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 В каком веке могли это написать? А в каком не могли А в каком? Ну, там, как сказать, это 18 лет, но с барабаном Ага А тогда не изобрели, да, еще барабан? Да, и тогда С барабаном Окей Да Ну, в плане классической гармонии, да Здесь просто Я как-то говорил, что классическая гармония Это плюс-минус 1-5-1 1-5-1 И все Четверка Четверка можно, да Четверка можно иногда Все остальные извращения Вот на позициях вместо четверки Можно еще реже Ну, там они постепенно появляются И Вот Хорошо Такое все довольно классическое А в плане повторений Что здесь с чем повторяется, не повторяется Тоже из периода 8-тактов Тоже из периода 8-тактов, говорят Все его видят Четверка Завершенность Приборшилась А что это за коль 1-5-1-6 1-6 1-6, это я, короче, зачем-то разметил Первое Короче, считай, что это 1 Просто в басу 3-ка А не root Вот Это типа Из классической гармонии Я мог вот так вот сделать И никого бы не парил Это то же самое, на самом деле Это Если вдруг кому-то важно Какие обращения Обычно это в классике важно А в остальной музыке У меня ощущение, что не важно Вот Так, хорошо Честно, пауэркорд так будет 1-5, вот, например Вот здесь видишь Я, например, когда тыкаю сюда Он у меня пауэркордом размещается Потому что он, честно, не нашел ни одной терции Ни мажорной, ни минорной Вот Давайте увидим перегут Нет, он не нашел Вот в четвертом такте Во второй половине Там, где хочется объявить Как будто бы первый аккорд Вот здесь Ту-ту Вот в последней второй половине аккорда Там нету Вот здесь как будто бы Квинт? Нет, нет Это я конкретно Вот только про этот Маленький вертикальный слайд Говорил Вот Маленькой ширины Вот Так Давайте увидим период Так В чем был Дуэлл не прав? Ну что период 16 Ну вот Есть первая половина Которая половина повторяется Первую четвертую и девяти девятнадцатом Ага Вторая Вторая часть Почти повторяется Но Короче, внимательно Вы увидите Две гипотезы Первая, что период длины 8 Вторая, что период длины 16 Одна из них должна Вашей голове победить В основном такте там нету завершения Это во-первых, да А во-вторых, повторения Вот они Первый, третий и девятый, одиннадцатый Ну, на самом деле, даже длиннее повторения Первый, пятый и Девятый, тринадцатый Разница вот начинается Вот здесь, вот с этой четверки как раз Она нам нужна здесь для вариативности Поэтому здесь период другой длины Или, вот Каплин, например, в книжке Анализируем музыкальную форму Он говорит о Нотированных тактах и реальных тактах То есть он все разбирает так, что у него все По-моему, периоды длины То ли 8, то ли 16 тактов А если это не совпадает с той тактовой сеткой, в которой писал композитор Он говорит, ну, композитор просто так было виднее Но в плане аналитической сетки Сетка такая, у него есть Такое обозначение R равно 2N То есть реальные такты равно 2 нотированных Или R равно половина N Реальные такты равно половину нотированных Вот, поэтому это просто вопрос, зачем я такую сетку выбрал Если бы он мог выбрать сетку в 2 раза больше, вы бы ничего не заметили Ну, или бы мне было сложнее аккорды размечать Вот, давайте завершение посмотрим Есть более завершенный Смотрите, мелодия приходит в root, в первую ноту, в красную Здесь в басу 5.1 Прям такой очень хороший ход Вот, это называется совершенной Прямо конденцией Perfect authentic cadence по-английски Вот Perfect чего? Совершенная автентическая это называется конденция Автентическая это типа из 5 в 1 Вот А вот это вот вообще называется типа половиной конденцией Half cadence И они это прям в книжках размечают Им это прям что-то проясняет Вот А эти понятия, короче, первая часть периода и вторая Называется антицидент Нам эти термины вообще ни зачем не нужны Просто я хочу использовать Антицидент это первая часть периода Просто первое левое крыло из двух Консеквент это вторая часть периода Все, сделали анализ формы Здесь такой, не знаю, бриджик Типа Типа Здесь как будто отдохнул композитор, да? В этих восьми тактах А? Как будто в блюзе В блюзе Че здесь делают голоса? Я щас их не буду пока солировать Ну могу на самом деле Визуально скажите мне, что сделать Здесь довольно много где видно Здесь попроще структура Мне кажется, что вся мелодия его как бы ритма крутится То есть она просто его озвучивает Ага Да-да-да Он ведь просто идет вверх-вниз по ритму А голоса просто вот здесь идут в терцию Согласны? Ну Не совсем, но Много где Много где они идут в терцию Терцию означает, что да Между ними разница Ну, через одну по белым плавишам Да? Так А здесь что происходит с ними? Идут в квинту? Здесь они идут не в квинту И не в октаву Это сексты, да Короче, правило, смотрите, такое Что в классическом голосоведении запрещены параллельные квинты и октавы Потому что тогда два инструмента как бы слипаются в один голос И тембрально у них слишком много общих гармоник Но всегда безопасно идти параллельными терциями и параллельными секстами Вот это вот всегда можно Можете все время, ну, типа, просто достраивать параллельные терции сексты У вас будет хорошо Кварты, я не помню, там какие-то правила Про них я, честно говоря, не вспомню правила Напишу, что и то, и другое здесь есть Там, типа, знаешь, там, типа, верхним голосом нельзя кварта Потому что ее слышно Там что-то такого плана Ага Вот, и что-то типа при При последовательном движении нельзя несколько шагов застать Я советую, короче, книжку Если вы хотите запариться вообще Вот прям в щи Дэвид Херон Voice leading The science behind the musical art Чел берет следующее Чел говорит Вот смотрите Я за три века Если посмотреть правила для композиторов Как надо писать То правила про голосоведение Они все Везде разный набор Где-то он более широкий Где-то он более узкий А также никто не знает Если взять реальный корпус Баха Или там Бетховена Они соблюдали эти правила Или нарушали их То есть какие из этих правил Реальные догмы Которые все следовали А также из каких психоакустических Свойств они берутся То есть какие из них нужны реально В плане всяких аудиальных штук Акустических А какие из них Это просто какая-то выдумка, чушь Опечатка, перепись странная Придурь конкретного Учителя в конкретной школе Которая транслировалась И так далее И он Диан Сервис Диан Сервис Книжка 300 страниц Там, к сожалению Ну типа Проще нельзя Он просто идет И расписывает Как слышит ухо Что Какая разница Какие ноты можно отдельно услышать Какие нельзя Когда они слипаются Какие голоса Просто ты сейчас сказал Вот этот прорыв В гармонии И в музыке Что все отменится Сейчас на самом деле Можно как хочешь На самом деле нет На самом деле Это не прорыв в гармонии А прорыв Как будто бы в голосоведении А тут еще проблема в том Что он Как бы В голосоведении Это скорее все-таки Про мертвый язык В том смысле Что в уроке Например Не так сильно важно То есть Не так часто В современной музыке Важен средний голос И еще смотрите Вот что важно Что когда у вас струнные Вам правила голосоведения Нужны Когда вы просто можете В вашем трекере Выставить разные тембра У вас они просто Тембрально не сольются То есть правило Про параллельные квинты Нужно Если у вас Все голоса одинаковые Если у вас Альто от скрипки Не отличается Тогда Тогда будет как бы хуже И опять же Что значит плохо Плохо Только в том смысле Что Слушатель будет Где-то слышать Четыре голоса Потом три Потом четыре Потом три И если это не в стиле Если это не тот эффект Которого вы хотели То вот вам набор правил Какие не надо нарушать Вот И они Все это учат Ну типа композиторы Вот На курсе гармонии В основном занимаются этим Они занимаются Четырехголосным письмом Где они Постепенно в арсенал Добавляют по одному Новому аккорду И каждый новый аккорд Начинают они вообще С один, четыре, пять И они учат Четырехголосной фактуре Не нарушать вот эти правила В смысле Два квадрата Треугольник и нойз Нет В смысле В смысле Четыре квадратных волны Да Без треугольника Ну без нойза Нойза у них нету Вот Треугольник Треугольник, да Но у них клавиши на фортепиано Ты же Когда ты сидишь за фортепианом Фортепиано не знает Что ты нажал левой рукой А что правой Да Это проблема большая Чуть фортепиано В принципе можно поставить трейк Короче есть такая книжка Я просто рекламирую Так Че Мы Что Мы Еще что-нибудь посмотрим Можно посмотреть Аладдин И потом сделать перерыв Нормально? Нормально? Там такая заводная мелодия Может быть кто-то даже у него играл Я не знаю Нормально? Да Плавает корабли В нашу гавань заходили корабли Ну а японец же слушали Пугачёву Ну это не японец Это американец в данном случае Почему-то Ну Сначала С такой Немножко Как сказать Балканский Испанской фамилии Вот Ну в общем Не знаю Какое у него образование Может быть мы сейчас найдем Его образование West New England University Не знаю При этом По какому классу он там был Может быть Не по Композиции Стадиет У меня он ничего не учел У него сразу студия была Вот Как-то ему повезло Вот Да Потом американцы больше делали Игрушек А в конце еще И в России тоже делали Какие-то совсем уже не лицензионные Ну вот Так Я просто хотел сказать Что здесь есть период Да И тут просто все подписано у меня Но здесь Смотрите Здесь еще какую штуку Я хотел показать Прям вот Каплин разбирает Что в традиционной Традиционнейшей теме Времен Гайдена Моссарда и Бетховена Тема Длины Вот если вы 8 такт Длины темы делаете Она состоит из 4 частей Сначала базовая идея Длины 2 Так-то Какая-то Потом базовая идея Повторяется Возможно от других аккордов Или что-то такое Но в плане мелодии Она скорее всего повторится Потом третьей части Третьей четверти Вы делаете Фрагментейшн Чаще всего Вы дробите мелодию На какие-то куски Меньшей длины Это может быть Не обязательно мелодия Вы можете Какие-то другие куски взять Главное Чтобы они были Меньшей длины Уже не по 2 такта А по 1 Или по полтакта Или может быть По 1-1 И потом полтакта Видите Здесь оно дробится Дважды Сначала 1 плюс 1 Потом 05 плюс 05 Я сейчас дам это послушать Пока что визуально Посмотрите И в конце Вы завершаете Все Каденцией Только период У нас требует Сначала какую-нибудь Каденцию Неразрешенную То есть половинную То есть пятерку Просто повесить Например 4-5 К ней подойти А в конце Во втором повторении Мы делаем 4-5-1 То есть просто делаем Совершенную Каденцию Где у нас Мелодия будет 1 И в басу Будет ход 5-1 Да И тогда у нас В общем-то Все довольны Все по классике Послушайте Как звучит Вот это вот Самое начало Оно должно звучать Ну типа Как то Что Моцарт прописал Слышали, да? Два раза Два раза Потом 1-1 Потом еще Потропилось И потом Завершение Еще раз послушаем Насколько это важно Вау Воровайки Так Окей Что еще здесь осталось А что происходит В конце Вот в этом То, что я называю Бридж Это правда Бридж Или тут тоже Период внутри Здесь в бридже Какая структура Че повторяется Где повторяется Все повторяется Первая половинка Повторяется Да Первая половинка Повторяется На самом деле Даже на самом деле Первые два такты Повторяются Три раза Видите Может здесь Какой Вот здесь есть хинт В плане гармонии Три раза Повторяется 4-1 4-1 4-1 В плане мелодии Это не совсем так Но в плане аккомпанемента Это прям Так Тоже период Ну это Типа Это не удовлетворяет Второму критерию периода Что сначала у нас Наоборот Разрешение Ну Опять же Неполное Потому что здесь А в конце У нас совсем не разрешение А если мы именно смотрим На вот этот последний такт Не продолжающийся Вправо То тут у нас наоборот Ну как бы Пятерка На пятерке Весь с ним Все к ней подводим Окей Поэтому это Я как будто бы Не называю периодом А вот это называю Так Но смотрите Что я делаю Я вообще Натягиваю теорию Про периоды Она в основном Для Гайдена, Моцарта, Бетховена Идеально работает Я просто вот Показываю Что на самом деле Если взять много музыки Для Сеги Проанализировать То какие-то из этих треков Ровно Просто имплементируют Вот эту модель Большой структуры И вы просто Зная как работает период Можете написать Что-то Что музыкально будет работать То есть вы можете написать 8, 16, не знаю 24 такта музыки И вас не поймает Никто на том Что вы нигде не учились Вот И мы Я надеюсь В следующем семинаре Будем ровно этим заниматься У меня такой есть план А период это типа Законченный кусок модика Ну дальше это Это испорно что-то Да Да Certain type of recurrence Small scale Formal structure Есть разные Короче его определения Но нам важно то Что он состоит Из двух частей Здесь есть Есть такое где-нибудь Я пробовал Вопрос-ответ Да Вопрос-ответ Группа Phrases One antecedent One consequent Total Примерно 8 тактов Зависит Ну да General antecedent And the consequent In a stronger cadence Often the antecedent And the half cadence То есть пятерка While the consequent Antecedent Это вопрос Да А консеквент Это ответ Да Частая последствия Левая и правая часть Frequently Consequent Strongly Parallels The antecedent Even sharing Most of the material Save the final bars За исключением Последних тактов В других частях Consequent То есть вторая часть Может очень сильно Отличаться Например Можете залезть Подличку сонату И посмотреть Как сделан период В начале второго действия Ну части В смысле Вот Да Супер Если это типа Какая-то Теоретическая Да Если тебе нашли Эту теоретическую Закональность В классическом Да И вот она на самом деле То есть смотрите Во-первых Что значит нашли Это значит что Нашли в смысле Проинализировали Да Но это также означает Что композиторы Отчасти Некоторые ее усваивали Неосознательно Из-за того Что они играли Много вещей с периодами И когда они сами Начинали писать Они тоже зачем-то писали периоды А некоторые композиторы Учились у людей Которые уже это осознавали И им говорили Напишите период Длины 8 тактов И они писали Период длины 8 тактов Не так это было Как это было Расскажи нам У нас есть единственный человек Который учился в консерватории Это мне не пропадет Нет Было так В какой-то момент Сейчас и дальше не расскажу Но появилась Ну стоялась форма сонаты Там в начале Вот это Вот это у нас танцы Они выглядят так У них такая структура Потом появилась Соната Она выглядит так У нее такая структура И если ты пишешь сонаты Если ты уважаемый композитор А в композиторах все писали За деньги Для кого-нибудь То тебе заказывают сонаты И соната должна выглядеть так У нее должны быть ручки Ножки И форма у нее должна быть вот такая Поэтому они все написаны Абсолютно по одинаковой структуре Ну дальше появились симфонии Симфонии тоже строятся По одинаковой структуре Только она там больше Ну то есть это как соната Только раздутая Ну да Тоже с четырьмя часами Чтобы обязательно Одна медленная Будет вообще другая А другая вся такая астетическая Третья веселая Бодренькая Но это все Это были правила Которые вот Да Картина квадратная А потом уже пошли Всякие битковины Потихоньку Нарушать эти все правила Да И экспериментировать Но Изначально это были Базовые совершенно Ну как правило танцев Вот танцуются так И отчасти это все тоже идет от танца Потому что Танцевались по правилам И там есть были вот эти повторения Что вначале вот мы все ходим Вот так варами Потом нашлись Потом пошли навстречу друг другу На это нам уже сколько-то щеков Ну Ну да Ты выучил один раз фигуру Ну танца Типа Под любой музыкой Он ее санцевает Да И не переучиваться Как это назвать В принципе Да Нет 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 Я наоборот рад Что Типа Вот Класс Давайте с голосами Быстрее в Валадине Разберемся И сделаем перерыв Это не относится все к бабу А вы относите А кому это Если Бетховен уже нарушал Нет Ну Моцарт Гайден Там были еще Разные Я имею 1750-1805 Года Конец 18 века Моцарт Гайден А также все люди Которых мы не помним Потому что мы помним Только Моцарт И Гайден Потому что они были Лучше из них Зачем помнить 100 остальных А их и было Вагон Как это Мангеймская школа Мангеймская школа Вот Это все придумали Вот Леттер Хав 18 сенчери А там был Например Йохан Штамец Кто слышал Хоть что-нибудь Из Йохана Штамеца Или например Франц Хавьер Рихтер Игнац Хольцбауэр Вот И они все Напрямую Повлияли на Гайден И Моцарта Но мы К сожалению Их не слушаем И даже В музыку для Дэнди Зачем-то вставляют Моцарта А не Карла Штамеца Хотя Да Мы уже Там Вот Значит Давайте Че Я че Засолировал Бас Видимо Моцарта Могли бы такое написать Если бы вам дали Аккордовую сетку Моцарта Моцарта Слепляется в один инструмент То есть вы приходите в какую-то комнату Закрываете глаза И слышите Сколько-то инструментов И это достигается тем Что один инструмент Скорее всего Играет в одном тембре А соседние ноты У него рядом И из-за этого Вы все слепляете Вы все слепляете в одну И это нарушается Например В каком-нибудь Йодальпении Когда резкие скачки Бывают И вы не понимаете Типа Один голос Или у человека Два голоса Два рта Типа Все такое Вот Так Средний голос Ну нет Да ладно Мелодия сначала Но мелодию Вы запомнили уже Там мелодия Очень запоминающаяся Мы уже разобрали даже Нара и тюрьма Ну да О привет Вертухай и конвой Ну там Аладдин С огромной саплей Всех рубит По Че там где он По Египту Ну В целом Шанс он Багдад Багдад Смотрели Пусть трудятся Не надо Ага Песня Загадская Угу Должен он пошутил и кот Угу Сейчас будет Сори Послушаем О, добрее Соро Валена Учена Пупа Мара Сосе Ни челел Тебла Тебла Мангавла О, алькеме Камера Соро Соро Мен Пучела Куба Мара Сосе Ачела Тебла Тебла Вачар Ле Куба Мара Туха Почин Бейро Мален Ашу Нем Печа Морен Куба Зурале Пупа Мара Чай Мара Мара Гргавой Куба Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok